Здравствуйте! О событиях этого дня вам расскажут корреспонденты Южный регион Инфо и Янина Приходько. И прямо сейчас коротко об основных темах выпуска. В Кремль на елку. Детский поезд со станции Ростов-Главный доставит 800 лучших школьников в столицу. Жду посмотреть, что там, как будет в Кремле. Президента хочу увидеть. Продавцов проверили, как запускать спитарды, показали. Сотрудники МЧС провели рейд по магазинам пиротехническая продукция. При покупке фейерверка надо обращать внимание на инструкцию на русском языке. Надо обращать на срок годности. И надо всегда покупать только в сертифированных магазинах. 80 лучших работ для ростовского зрителя. Выставка Никаса Сафронова открылась в Музее изобразительных искусств. Ростовские зрители очень давно хотели познакомиться с творчеством Никаса Сафронова, потому что этот уложник известный. О нем очень много написано. Специальные детские поезды доставят 800 отличников, победителей Олимпиады и творческих конкурсов на Кремлевскую елку. Сегодня на станции Ростов-Главный собрались маленькие пассажиры из Донского региона, Краснодарского края, Адыгей и Республики Северокавказского округа. Перед отправлением фото на память веселой песни и праздничный концерт прямо в здании вокзала. Жду посмотреть, что там, как будет в Кремле. Президента хочу увидеть. Мы с мамой где-то полчаса выбирали платье мне какое одеть, розовое или черное. Все-таки решили черное. Туфли красивые выбрали. Вместе со сказочными персонажами в пути школьников будут сопровождать медики и сотрудники МВД. В Москву специальный поезд прибудет уже утром. Он полностью сформирован из специальных вагонов, подготовленных для перевозки детей. Питание будет происходить в специализированных вагонах и ресторанах по специальному детскому меню. В пути следования с детьми будут постоянно находиться профессиональные сопровождающие лица, сотрудники силовых органов обеспечивать безопасность. В столице школьники будут гостить два дня. График развлечений довольно плотный. Помимо новогоднего представления в Кремле ребята сходят в цирк и на экскурсии. Инструкция на русском и обязательный сертификат качества. В преддверии новогодних праздников сотрудники регионального МЧС проверяют продавцов пиротехнической продукции и напоминают горожанам о правилах безопасности. За мастер-классом по запуску петард и ракет наблюдала наша съемочная группа. Показываем, демонстрируем на видео, если требуется. Либо мы объясняем людям, рассказываем, что делают данные изделия. В списке вопросов у сотрудников МЧС условия продажи и хранения пиротехнических изделий, а также наличие сертификатов на продукцию. Не забыли специалисты проверить и соблюдение пожарной безопасности. В преддверии новогодних праздников они провели рейд по объектам, где предлагают приобрести всевозможные фейерверки. 18 стационарных павильонов получили разрешение на торговлю. Есть сертификаты качества, соответствия. Каждая продукция, более того, хочу вам сказать, когда приезжает из Китая, ее однозначно попадают образцы на полигон, где происходит отстрел, ну и потом последующая сертификация данной продукции. Только потом она попадает на прилавки. Вся продукция хранится в сухих, теплых складах. Продавцы признаются, жизнь им осложняют нелегальные уличные торговцы. Стоимость фейерверков у них не ниже, а вот качество оставляет желать лучшего, что вредит репутации всему рынку пиротехники. Впрочем, украсить новогоднюю ночь петардами и ракетами по-прежнему много желающих. Популярностью у ростовчан пользуются наиболее красочные виды – батареи салютов и фонтаны. Эти и другие изделия специалисты регионального управления МЧС тестируют тут же, чтобы удостовериться в качестве. При покупке фейерверка надо обращать внимание на инструкцию на русском языке. Надо обращать на срок годности. И надо всегда покупать только в сертифированных магазинах, которые занимаются только реализацией пиротехнической продукции. Потому что гарантия качества – это и есть гарантия безопасности. То есть никогда нельзя покупать пиротехнику на различных стихийных рынках, базарах. Специалисты не просто проверяют изделия, но и устраивают своеобразный мастер-класс по безопасному запуску пиротехники. Необходимо внимательно изучить инструкцию, установить снаряд на ровной поверхности и укрепить его, чтобы не переворачивался. В ход пошли кирпичи, которые гарантируют статичность конструкции. Во время запуска отойти надо на безопасное расстояние. Бывали случаи, когда петарды взрывались прямо в руках у отдыхающих. Говорят, спасатели и отмечают, что ростовчане стали осторожнее. Подобного вида травматизма в новогоднюю ночь за последние годы не зарегистрировано. Виктория Щединина, Игорь Кравтенко, Южный регион.Инфо. Темпы строительства на Дону в 2015-м не снизились и соответствуют уровню прошлого года. На сегодня в регионе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. 50% из них относятся к категории эконом-класса. Несмотря на неплохие показатели, Донская строительная отрасль все же испытывает трудности, связанные с экономическим кризисом, рассказал журналистом первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Например, квартиры в ипотеку стали покупать меньше. Ипотека, которая была определенным драйвером развития жилищного строительства в 2014 году сократилась и сократилась значительно. По данным Центрального банка, примерно составляет 62% от соответствующего периода 2014 года. 350 ветеранов Великой Отечественной войны и больше тысячи детей-сирот заселились в уходящем году в новые квартиры. Обязательства перед этой категорией граждан выполнены полностью. На покупку жилья из областного бюджета потратили 1 миллиард 40 миллионов рублей. В 2016-м эта сумма увеличится на 200 миллионов. Стали известны результаты экспертизы парамоновских складов. Все здания объекта культурного наследия признаны аварийными. Они подлежат демонтажу и воссозданию. При этом сохранить естественный бассейн не удастся. Об этом сообщил глава администрации Сергей Горбань. Рассказывает портал Ростов Лайф. Напомню, изначально на территории планировали построить спа-комплекс, деловой центр и две гостиницы. Однако потом инвестору предложили разместить на месте парамонов постоянную выставочную галерею, экспо-павильоны, зону ресторанов и спорта. На реконструкцию объекта предусмотрен 1 миллиард 240 миллионов рублей. Среди владельцев его полотен Софи Лорен, Али Делон и Мадонна. В Донской столице открылась первая выставка известного российского художника Никаса Сафронова. Специально для ростовчан автор отобрал 80 лучших работ. Как оценили творчество художника на Дону, расскажет Дарья Зимина. Портреты, пейзажи и немного сюрреализма. Впервые ростовские зрители смогут своими глазами увидеть творчество знаменитого Никаса Сафронова. Известность автора подогревает интерес публики. К тому же оценить разом можно весь творческий путь автора. Для выставки Сафронов отобрал 80 картин. Все создавались в разные периоды жизни художника. Эмоции абсолютно разные. Другое дело, что это трогает душу, потому что всегда чем отличается картина? Хорошая от плохой. Если ты подходишь и тебя что-то цепляет, то это действительно искусство, можно сказать. Другое дело, что это необычное такое, потому что я сама проходила школу реализма. Поэтому у меня художественное образование. Поэтому хочется сказать, такой интересный подход у автора. Ростовские зрители очень давно хотели познакомиться с творчеством Никаса Сафронова, потому что этот художник известный, о нем очень много написано. Причем это начинают анализы картины и обсуждение его каких-то фактов биографии. То есть художник, который достаточно известен, популярен. И мы рады, что именно в нашем музее все-таки состоялась эта выставка. Самый прибыльный от того и самый любимый жанр художника – портрет. Для некоторых лиц российского шоу-бизнеса иметь работу Сафронова в домашней коллекции считается признаком успеха. Заслуженный художник России Олег Игнатов критиковать работу мастера не стал. Признался, что увидел в некоторых работах интересные задумки. Сейчас нельзя художника оценивать, как он пишет. Сейчас приходится в наше время оценивать, как он в этом мире живет, как он двигается, как он развивается и так далее. У Никаса с этим все в порядке. По уровню мастерства в Ростове такие художники есть. Их немного, но они есть. Своё обучение искусству Никас начал в Ростовском училище имени Грекова. Однако на открытие выставки в знаковый для себя город приехать не смог. По словам пиар-менеджера автора, мастер приедет в Ростов 17 января. На встрече с сотрудниками музея разговор пойдет о создании мастерской имени Сафронова. Выставка продлится до 14 февраля. Дарья Зимина, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. Таким этот день увидели наши корреспонденты. Каким он запомнился вам, сможем узнать из следующих выпусков. Заходите на портал rostovlive.ru. Делитесь фото и видео материалами с места событий. Достойное покажу в эфире. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова